Что это все про монтаж? Да про монтаж. И я заранее хочу извиниться перед людьми, которые подписались на канал исключительно на то, чтобы посмотреть уроки по Final Cut. И хочу вас всех заверить, что туториалы по Final Cut будут выходить. И я не останавливаюсь на этом, потому что мне нравится давать вам советы. Мне нравится снимать эти видео, нравится их монтировать. Особенно нравится читать те комментарии, которые мне пишите. Это очень лестные комменты. Действительно, они греют душу и мотивируют делать новые видео. Но я хочу сказать, что я действующий оператор. И как бы сейчас сезон, конец лета. Помимо того, что я еще оператор, я еще также монтирую удаленно разным блогерам и свадебщикам и прочую ерунду. И у меня физически не хватает времени записать какой-нибудь туториал. Хотя при всем при этом у меня уже есть о чем рассказать. У меня есть плагины, которыми я хочу уже заделиться с вами. У меня есть всякие прикольные фишечки, полезности, которые будут ускорять его монтаж. Но я, скорее всего, об этом я запишу урок ближе к концу августа или начала сентября. Сейчас я нахожусь в очень красивом живописном месте. И уже снял здесь несколько секвенций, которые показывают местные красоты. Я не буду говорить, что это за место. Внимательный зритель, я надеюсь, поймет, что это за место и напишет в комментариях. Хочу на самом деле записать лайв-видео, как снимать таймлапс восхода. Я, честно, не умею этого делать. Но давай вместе разбираться. Может быть, кто-то из вас мощно шарит, как записывать таймлапсы. И в комментариях подскажет нам всем, как это сделать. Таймлапс я буду записывать на горе. Это гора высокая. Там ответственные скалы. И, короче, оттуда видно, как красиво восходит солнце. Из-за моря поднимается диск. Нереальная красота вообще. Надеюсь, что кто-то из зрителей знает, как делать грамотные таймлапсы. Именно восходов и закатов. В чем вся тонкость. И подскажут нам в комментах. А сегодня будем разбираться. Сейчас, короче, воскресенье вечер. 7 вечера. Встречаемся с тобой через несколько часов. Для тебя это будет один миг. И я хочу проснуться сегодня в 3 часа ночи. Для того, чтобы добраться до горы по серпантину. И... Поехали. Блин, пацаны, я реально не умею записывать таймлапсы восходов. Но зато я знаю, как делать это. Сегодня я хотел рассказать про таймлапсы, как писать таймлапсы. Но дело в том, что один момент. Я не умею писать таймлапсы. И мне всегда хотелось научиться это делать, но никогда не выходило. Я сейчас нахожусь в безумно живописном месте. На горе. Здесь огромная высота. Очень ответственные скалы. Я уже проезжал сюда один раз. Встал в 4 утра. Приехал сюда. Заснял восход. Небольшой таймлапсик. Но у меня как бы ничего не вышло. И я решил записать об этом видео. Как не нужно записывать таймлапсы. Первое, что тебе нужно знать про таймлапсы, это то, что нужно одеваться теплее. Вот я сегодня приехал на локацию, и было 13 градусов тепла. Это как бы довольно холодно. Второе, что тебе нужно знать про таймлапсы, это то, что нужно выезжать на локацию в режимное время. Оно называется еще сумерки или режимное время. Это час до момента, когда солнце встало над горизонтом. Это время на то, чтобы ты успел подготовиться, поставить камеру, тут что-то разложиться. Короче, настроить все настройки и включить запись. Дальше, после режимного времени, буквально 10 минут, солнце сходит из-за горизонта. Это сам диск, это самое красивое время, на мой взгляд, самое фантастическое, когда солнце начинает восходить. И после вот этих 10 минут начинается всем известный золотой час, когда солнце стоит ровно над горизонтом. И это самое идеальное время для съемки, самое красивое освещение для съемки. Ну, как бы об этом все знают. Так, сейчас я поснимал in love 45 минут и солнце уже взошло. И я, короче, прекращаю его запись, потому что ни хрена опять не вышла таймлапсер из меня такой себе. Но ты можешь учиться на моих ошибках. Самое важное, что тебе нужно знать при съемке таймлапсов, это то, что ты должен работать только в ручном режиме. Первое, что тебе нужно сделать, это установить твою камеру в режим M, полностью ручной. Тогда твои снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее. Второе, что тебе нужно сделать, это установить на объективе режим MF, ручной режим фокусировки, и навести фокус на нужный тебе объект. Тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки, и ты избежишь искажений на снимке. Или используй полностью мануальный объектив, тогда ты избавишься от проблем с диафрагмой в будущем. Установи ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выровнены. Или снимай RAW, тогда твой баланс белого ты сможешь выставить уже при последующей обработке фотографий. Итак, что тебе понадобится, чтобы снять крутой таймлапс? Приложение Sunsuriver, это 3D-компас, оно есть бесплатно, это одно из лучших приложений, которое тебе поможет понять, в какое время суток, где находится солнце. Это очень удобно, денег платить не нужно, демо-версия тебе вполне подойдет. Значит, есть здесь такой 3D-компас и режим сводки. Второе, что тебе нужно с собой взять, это чистую карту памяти, а лучшие даже две, если у тебя два слота. Потому что, возможно, тебе придется делать более тысячи, а то 2, 3, 4, 5 тысяч снимков в формате RAW. А выдержки и диафрагмия? Соотношение выдержки и интервал между кадрами должен быть 2 к 1. То есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды. Что такое фликер? Фликер – это мерцание яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1,6 секунды, а потом вдруг из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1,000, то в итоговом видеоряде у тебя окажутся подряд светлые и темные кадры, и изображение будет мерцать. Это и называется фликер. Поэтому надо снимать исключительно в ручном режиме и снимать каждый кадр с одинаковым параметром. Это обязательное условие, запомни это. Вот тебе подсказка примерные интервалы между кадрами. Если ты собрался снимать быстрые облака, то поставь 1-2 секунды. Если твои облака медленные и текучие, то ставь до 10 секунд. Если ты вдруг пошел ночью куда-то в лес и решил снять звездное небо, то смело ставь 20-30 секунд. Когда ты поставил камеру, когда камера у тебя уже стоит, тебе не нужно трогать настройки. Ничего не нужно трогать. Нужно просто ее оставить и забыть, что она здесь. Уйти куда-нибудь в лес гулять, пить кофе, я не знаю, пойти в тачку спать. Но не подходить к камере и не трогать ее. Это правило, которое я всегда нарушаю. Итак, вот тебе чек-лист перед съемкой твоего таймлапса. Перед съемкой еще раз проверь все установки. Полностью ручной режим на камере. Ручной режим фокусировки на объективе. Отключи стабилизатор на камере и объективе. Выстави ручной баланс белого. Выбери RAW или JPEG или и то и другое. Проверь, заряжен ли у тебя аккумулятор. И проверь, есть ли у тебя свободное место на карте памяти. А лучше просто форматируй ее перед началом съемки таймлапса. Если все готово или тебе кажется, что все готово, сделай первых 10-15 тестовых снимков. Затем быстро прокрути их взад-перед. И если тебя все устраивает, то приступай к съемке и сделай свой первый самый крутой таймлапс. Надеюсь, тебе было полезно. Скоро будут опять выпуски про монтаж, про Final Cut. В общем, на этом все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok